Друзья, если вы не чувствуете, то она уже пришла. Да, я говорю о весне. Еще немного и все вокруг расцветет самыми разными цветами. Илья, я смотрю, что ты тоже не чушь весеннему настроению. Ты тоже украшаешься, расцветаешь. Безусловно, Ирина. Потому что у нас сегодня в студии практически два цветка. Елена и Ирина. Доброе утро. Спасибо большое. Здравствуйте. Елена Чуракова, великолепный мастер, чьими ручками была изготовлена вот эта прелестная бутоньерка. Елена, расскажите, что вы с собой принесли сегодня? Так, я занимаюсь шелковой флористикой. Вот это все цветы из шелка. Давайте покажем нашим телевизорителем. Елена, я слышал, что шелк – это очень дорогой материал. Так ли это? Ну, в принципе, да, но это тоже не дешевое удовольствие, получается. Мы любим женщин на себя украшать. Елена, а как вы пришли к этому хобби? Ой, вы знаете, я цветами, вообще цветами ткани начала заниматься в школе еще. Вот. Ну, правда, потом забросила, а вот года два назад вспомнила и стала шелком заниматься. Очень интересное занятие. Интересное. Ну, расскажите, это очень трудоемкий процесс? В принципе, да. Шелк берется белый, он обрабатывается специальным составом, вот, а потом красится. Елена, а натуральный шелк должен быть или искусственный? Конечно. Натуральный. Натуральный. Да. Вот. А что это за инструмент? Обрабатывается это все вот специальными инструментами, называются бульки. Бульки? Да. Давайте я покажу нашим телезрителям пару бульок. Они тяжеленькие, да, это из латуни. Друзья, вот таким специальным инструментом можно сделать вот такое чудо. Держи бульку. Маслите. А примерно можете показать, как они работают? Они вставляются в паяльник и нагреваются горячим инструментом. Ну, вот каждый лепесточек, вот, например. А, то есть он придает форму, да? Бульки придают форму. Поскольку шелк специально, ну, типа желатина с составом обработан, вот оно позволяет держать форму. А вот рядышком такие... Вот это вот японские инструменты, они вот позволяют тоже такой в технике живого цветка. Вот розы, например, в японской технике сделаны. Там такие лепесточки. То есть существует даже и несколько техник, насколько я понимаю? То есть европейская, видимо, какая-то, раз есть японская. Есть европейская, есть японская, да. А есть ли русская техника шелкоплетения, назовем так? Мы все переняли из Франции, как обычно. А, ну, у нас просто девушки на Руси, лилии венки из живых цветов. А технику мы, да, в свое время переняли у французских мастеринцев. А ведь, в принципе, в таком украшении можно пойти куда угодно. Да, с удовольствием. Даже можно, например, вести программу, да? Самое доброе время. Безусловно, и оно будет еще веселее. Елена, расскажите, пожалуйста, а вот что вообще пользуется спросом? Вот я вижу броши. Броши, да. Венки. Веночки. Ну... Бутоньерки, не забываем. Да, бутоньерки. Ну, вот бывают интерьерные такие, можно в вазу большие букеты делать. В общем-то, все. А дарите ли вы свои произведения, может быть, родным, близким? Да, конечно, безусловно. Все мои родственники уже с цветами родственницы, да. Уже расцвели, да? Расцвели, да. Готовимся к летнему сезону. Спасибо большое, Елена. Очень любопытный вообще. Мне кажется, что такой цветок, по-первых, простоит очень долго, да? Можно, ну, можно опрыскать его духами, он будет тоже пахнуть. Ну, и милые дамы, мне кажется, вот если рядом с вами мужчина в такой великолепной бутоньерке, ну, и вы с брошью, весна будет, ну, какой-то очень особенной. А самое главное, что всегда у мужчин в руках есть вот эта шточка. Как она называется? Булька. Булька. Друзья, весны и бульки вам. Украшайтесь, друзья, и весну встречайте во всеоружии.